Всем привет, дорогие друзья! Вы на YouTube-канале MacariPro. Сегодня мы разберем две самые насущные темы в 2024 году. Первое. Как стать блогером? Вообще, что это такое? Стать блогером. И второе. Как начать вести свой блог с нуля? Ну и затронем такие темы, в каких социальных сетях вести. И это будет такая моя саморефлексия, наверное, мой опыт. Я поделюсь своими знаниями. Если вы сидите дома, заварите чаечек. Если вы едете где-то в транспорте, улыбнитесь ближайшему соседу. Мы начинаем. Как стать блогером? Казалось бы, что значит стать? Я на себя примеряю и буду рассказывать вам в этом ролике весь свой опыт. Поэтому я понимаю, что блогером стать, наверное, невозможно. Поэтому, если вы ищите ответ на этот вопрос, можете закрывать видео. Невозможно стать блогером. Блогер — это состояние души. Это когда ты каждый день просыпаешься с мыслью о том, что я хочу поделиться с людьми какими-то знаниями, каким-то контентом. Это твое настроение и это твой подход к жизни. Это не то, как я вот становлюсь им. Понятно, что это путь, но вы каждый раз уже блогер. То есть блогер — это когда вы включаетесь в тумбле и такой «я хочу снимать видео». Вопрос сразу. У вас должен быть низкий пинг. Что такое пинг? Это от мысли до действия у вас минимальный промежуток времени. Например, я хочу стать блогером. Тогда почему вы смотрите этот видеоролик, а не сняли первый видеоролик сами? Задумайтесь, пожалуйста, над этим вопросом. То есть «хочу» и «делаю» — эти параметры разнятся. Все, что вам нужно, это приступить к действиям. Пошаговый план. Вы можете его выписать на листочке, можете его свизуализировать в голове, можете приступить сразу к действиям. Берете ваш мобильный телефон. И 99% уверяю, потому что я сам через это проходил, у вас будут вопросы типа «блин, да у меня обои некрасивые, кому я вообще нужен? Блин, а какие я тематики буду вообще делать? А зачем мне это надо? У меня здесь штора отвалилась. Что я вообще буду делать с этим?» и так далее. Я просто сам через эти параметры проходил, и я боялся взять в руки телефон и рассказать людям про что-то. И первый параметр — вы делаете это постепенно. Вам не обязательно сразу снимать по 15 тысяч видеороликов, вы просто спокойно начинаете делать. Лайфхак. Вы можете снимать видео и удалять его, если вам оно не понравилось. Представляете? Просто многие, и я в том числе, не знал про этот параметр. Ну, реально не знал. Я думал, что если я сниму видео, мне надо обязательно его выложить. Вот такой простой параметр, да, но это не обязательно. Вы можете снять и просто удалить, и дальше перезаписать его и сделать лучше. Я бывало в видеоролике, даже в вертикальной видеоролике, снимал по 30 раз. Меня все бесило, я не хотел этого делать. И вот на 32 или 33 раз у меня получалось, я загружал видеоролик. Да, с течением опыта и понимания, как это делается, у меня уменьшилось количество попыток до одной или двух. Но периодически я это делаю, в этом нет ничего такого. Это не зазорно. Зазорно, если когда вы хотите и не снимаете видеоконтент. Я думаю, что с этим параметром мы определились. Следующий параметр — с чего начать? Мобильный телефон, либо профессиональное оборудование, камеры и так далее. Если вам позволяет бюджет, конечно же, вы можете взять профессионального оператора и начинать снимать. Если у вас этого нету, пожалуйста, подходит обычный мобильный телефон. Как правило, я рекомендую iPhone. Но это не значит, что если я порекомендовал iPhone, то вы... Все, я на Android, ага, Макаре сказал, давайте я не буду ничего делать. Нет. Берете телефон, то, что у вас сейчас есть на текущий момент вашего времени. Не ждете — это еще одна ошибка, самая большая глубокая ошибка. И у меня она была в том числе. Вот я подожду, пока я куплю себе профессиональную камеру, тогда я начну снимать. И пока вы ждете, проходят годы, годы, а вы все ждете. И вот это желание, оно у вас никуда не освобождается. То есть вы хотите попробовать — попробуйте. Может, это вообще не ваше. Может, вы снимете пять видеороликов, скажете — все, до свидания, я никуда не хочу. Вот это самая главная ошибка, не допускайте ее. Начинайте снимать и делать постоянные действия. Вот. Касаемо тренда, в 2024 году хочу сказать, что все ролики горизонтального и вертикального формата стремятся к минимальному количеству времени. И в тренде сейчас вертикальные видеоролики, и они достаточно простые, их можно загрузить в соцсети, такие как TikTok, Нельзяграмм, Телеграмм, сейчас появились тоже сторисы, YouTube, шарты, да, можно загрузить в Тенчат, ну и в разные другие соцсети. То есть практически 95% социальных сетей, если не 100%, приспособились к вертикальному контенту. Поэтому вам для начала можно брать просто мобильный телефон и снимать ваши видеоролики. Когда у вас начнет получаться, вы тоже можете уже брать профессиональную технику, но и тут вы можете начинать горизонтальный ролик и снимать с мобильного телефона. Покупайте штатив за 1000 рублей, покупайте переходник за 500 рублей, чтобы вам поставить на штатив ваш мобильный телефон, все, готово. Начинайте снимать. Дальше вы просто улучшаете ваш контент. Докупайте петлички, звук, там, свет и все-все-все-все остальное. Но делайте это постепенно, шаг за шагом, степ-бай-степ. Степ, никогда не думал, что это скажу, но степ-бай-степ, ну, типа, такое выражение прикольно. Дальше, параллельно, пока вы начинаете снимать и делаете ваши действия, изучите основы съемки и основы монтажа. Правило третьей, крупности кадров, какие у вас должны быть склейки в монтаже. И касаемо монтажа видео, вы тоже можете делать это все на телефоне. Есть специальные программы, которые за вас напишут автоматические субтитры, вот как сейчас показано на экране, они автоматически сделаны. Я не приложил и не печатал это руками, оно делает все автоматом. Я могу задавать любые параметры со стороны шрифта, стиля и все остальное. Это все уже есть на вашем мобильном телефоне. Просто берете и делаете. Все. Да, если у вас уже есть компьютер, вы переходите на более профессиональные программы. Но если этого нет, то, пожалуйста, начинайте с телефона, не оттягивайте этот момент. Прямо сейчас, после этого видеоролика, снимите видео и поделитесь им с нами. И вот это будет просто фантастика. Я вам скажу огромное спасибо и вы большой молодец. Я тот человек, который в вас верю. Помните об этом. Итак, мы разобрались с вами, что для того, чтобы вам начать, вам нужно просто взять мобильный телефон и снять первый видеоролик. Давайте разберем про тематики. Есть разные ниши. Есть узкая ниша, есть широкая ниша. Есть развлекательный контент. Вот если вы эксперт, то наверняка вы должны давать какую-то пользу людям и давать экспертный контент в вашей профессиональной нише. Например, а вы знали что и так далее. Это я рассказываю на вебинаре на трехчасовом. Отдельно по каждому пункту проходимся и разбираем вот конкретно нишу. Широкую, узкую, как к этому прийти. Если вы берете развлекательный контент, то смотрите рынок, что предлагает развлекательный контент и на базе чего вы делаете. То есть у вас должен быть какой-то продукт, либо понимание, в какую сторону вы хотите этот развлекательный контент применить. Например, вам нравятся автомобили, вы снимаете развлекательный контент с автомобилями. У вас в гараже стоит жигули и вот вы снимаете какой-то развлекательный контент. Может быть дрифтите или придумываете какие-нибудь интересные фишки. И вот ваша жига и дрифт на вашей жиге будет вот ваша такая узкая ниша, но со стороны развлекательного контента. Как правило, развлекательный контент дает больше прироста в подписчиках. Но здесь есть исключения. У меня есть примеры, когда блогеры с 300 тысячами подписчиков не смогли монетизировать свой контент, поэтому здесь, пожалуйста, аккуратнее. У блогера 300 тысяч подписчиков, рекламодателей нет, ничего нет, потому что контент достаточно своеобразный и местами жесткий. Вот, про это, пожалуйста, помните. Давайте приведу вам пример на базе своего опыта и своего YouTube-канала. Мой YouTube-канал называется Macari Pro. Здесь я преподаю монтаж видео по программе Adobe Premiere Pro. Я выбрал изначально очень тонкую нишу и специализированную программу одну, на которой я вещаю. После этого я расширился до программы After Effects. Сейчас будет выходить еще курс и по капкату, и по другим монтажным программам. И я буду постепенно расширять свой рынок. Это моя стратегия была. То есть я из очень специализированной узкой ниши вышел в большую, огромную нишу, вот как стать блогером и как на этом зарабатывать деньги, и с чего вообще начинать, и как начать вести свой блог. Вот достаточно простые тематики. То есть я расширяю нишу, потому что люди с каждым днем, в том числе и я в какой-то момент, хотел стать блогером, хотел начать вести свой блог, хотел начать раскручивать соцсети, хотел получать подписчиков. И я искал информацию, как это сделать. У 90% блогеров есть разная информация на этот счет. Я вам рассказываю только на примере своего опыта. Это важно понимать. То есть не будет такого, что я вам скажу, идите там, делайте шаг 1, 2, 3, 4, 5, если я сам это не прошел. Ну просто в этом нет смысла, да. Поэтому если вам говорят в интернете, спросите, делай ли это человек сам. Вот это важный момент. Итак, мы прошлись по тому, с чего начать блогерство. Мы прошлись по нишам. То есть вы либо берете развлекательный контент, либо берете общую широкую аудиторию, либо берете какой-то специализированный продукт и начинаете создавать видеоролики. Идеально, когда вы снимаете 30 видеороликов минимум в месяц, и вы можете в один съемочный день прям 30 сделать, да. Но к этому нужно прийти, опять же, я не заставляю вас делать 30 видеороликов, потому что мы иногда делали 120. Месяц выходило на YouTube-канале 120 видеороликов. Вы делаете постепенно, как можете. Берете вашу нишу, и вот самый простой вопрос для экспертов, это топ 100 вопросов, которые бы вам задали ваши клиенты, и вы снимаете на эту историю шарты, релсы и все, что остальное. Вертикальный контент проще, потому что вы можете сделать это с телефона. В горизонтальном контенте вы можете больше разложить вашу тему, если вам не хватает минуты для того, чтобы внедрить этот контент на примере вот этого видеоролика, который вы смотрите. Но я не могу в минуту большое количество знаний передать вам вот с течением одной минуты всего лишь. Поэтому мы разворачиваем это все на большой горизонтальный видеоролик, для того, чтобы вы посмотрели, приняли знания, опыт, записали, законспектировали и пошли сняли видеоролик. Помните, что вам после этого видео надо отснять вам первое ваше видео. Самый простой способ отснять, кстати, видео, это записать письмо в будущее. Вы его не удалите на 5 лет вперед, вот через 5 лет кто ты, что ты, что у тебя есть из финансового результата, что у вас есть из ваших благов мира. Вот просто напишите себе письмо в течение 5 минут. Самый максимально простой способ. И, кстати, на курсе по мобильной съемке я про это рассказываю. Так что, если вы решили, что хотите снимать профессионально с мобильного телефона, научиться и снимать, и монтировать, и разобрать искусственный интеллект, и все на свете, пожалуйста, переходите, покупайте, и вот прям гарантирую вам наша тусовка сообщества, которая там, потому что у нас есть чат, поддержка, там уже, ну, наверное, больше 60 человек. Каждый день мы обмениваемся кружочками, и это, можно сказать, чат и сообщество для блогеров с кучей, понятно, базы знаний, домашними заданиями и проверками, но там очень прикольно каждый день, я каждый день записываю туда кружочек. Чтобы не быть голословным, давайте я вам сейчас покажу. Для ребят, которые приобрели курс по мобильной съемке, у нас есть специализированный чат, здесь 58 участников, видите, и каждый раз мы общаемся, добавляем, показываем статистики своих каналов. Каждый день я записываю кружочек, вот кружочек раз, вот есть различные шорты, мы примеряем их со стороны качества, как достичь результата, где снимать. Вот ребятки снимают кружочки, Саша Митрошина затесалась в наш чат, привет тебе, Саша. Ну и вот различные-различные истории, я еще сегодня не записывал кружочек, давайте, конечно же, сделаем это в прямом эфире. Друзья, всем привет, вы даже не поверите, что сейчас происходит, мы прямо сейчас в режиме онлайне вместе с Серегой, Серега, привет, снимаем вот видеоролик на YouTube канал о том, как стать блогером, с чего начать и как вести свой блог. Вот, прямо вот сейчас, и я решил ребятам показать, что ежедневно в нашем чате есть тусовка активных ребят, и мы снимаем кружочки. Вот, поэтому всем прекрасного дня, скоро подъезжает новый контент, я дописал в программу еще несколько крутых фишек, скоро появится на сайте. Всем спасибо, хорошего дня. Ну вот, в принципе, так происходит, каждый день такое делаем, поэтому... Короче, занимаемся этим каждый день и продвигаемся, и выходим из своей зоны комфорта. В конце я хотел бы резюмировать, что вообще такое блогерство. В первую очередь, блогерство это риск, потому что вы создаете новый продукт, и вы не ждете от него результата. Вы не знаете, когда у вас пойдут отсюда первые деньги, но вы делаете все посылки для того, чтобы вы стали блогером или знаменитым экспертом, крутым, востребованным на рынке, к которому будут обращаться. Это первый момент. Второй момент – постоянство. Вы постоянно должны выкладывать контент, думать о своем продукте и думать, как сделать его лучше. Когда у вас уже пойдет 100 тысяч подписчиков и больше, понятно, что вы можете уже там развернуть целую команду и все, что угодно. Вот, но в начальных этапах постоянно, постоянно вы должны это делать. Ваше качество контента должно постоянно увеличиться, вы также должны про это помнить. Следующий параметр – ниша. Как я уже сказал, вы можете выбирать супер узкую нишу, где вы будете профессионалом, либо расширять ее до общей ниши, тем самым привлекая больше людей в ваши продукты и знакомя их с вами. В коллаборации и маркетинг про это никто обычно не упоминает, что вы, когда становитесь блогером, вам необходимо искать и привлекать подписчиков. Просто необходимо. Это как голоток воздуха или воды для вашего блога. Вы должны постоянно с кем-то коллаборироваться, искать какие-то кросс-маркетинговые истории взаимного сотрудничества, чтобы подписчики приходили из разных мест, не только органическим путем. Тогда ваш блог быстрее станет популярным. Тоже про это помните. Ну а также закупка рекламы и поиск партнеров и поиск тусовки блогеров обязательно должен быть, чтобы вы постоянно следили за вашими трендами и знали, в какие соцсети лучше заходить, что сейчас происходит на рынке. Вот такой вот получился замечательный видеоролик. Если вам он понравился и был полезен, пожалуйста, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх. Если хотите в нашу тусовку блогеров, ребят, которые снимают с телефона и монтируют там же, загружаясь в соцсети, пожалуйста, добро пожаловать. Ссылку оставлю в закрепленном сообщении. Пожалуйста, услышьте меня, ребята. Если хотите становиться блогерами или начать ввести свой блог, становитесь и ведите. Я в вас верю. Просто начните делать действия. Начните снимать видеоролик. Прекратите себя морально уничтожать тем, что вот я плохой, плохо выгляжу в кадре, это не мое и так далее. Просто сделайте результат и загрузите в соцсеть. И начните понимать, как улучшать ваш продукт. Вот и все. И результат неминуемо придет. С вами был Macari Pro. Спасибо большое. Я очень горжусь, что вы посмотрели этот видеоролик до конца. Всем на связи. Пока.